Мельничный комплекс Водновальцевая мельница, зерновой склад и помещение крупоружки – это три главных здания комплекса. Все строили в едином стиле – из гранитного и красного кирпича. По архитектуре видно руку европейского мастера. Проектировал комплекс немец Ян Гойрих. Здание мельницы высотой в 15 метров. Трехэтажное посредине и четырехэтажное по краям. Балкончики, металлические украшения стен сохранились до сих пор. Сами стены больше метра толщиной. В 1992 году тут произошел пожар. Сгорела крыша и деревянные балки внутри помещения. Сохранились только стены. Во времена своего расцвета на мельнице перерабатывали 44 тонны зерна в день. В год это почти 10 тысяч тонн. Зерно на мельницу подавали со склада. Оба здания соединены металлическим транспортером. Движущей силой оборудования были лошади. В начале 20 века мельницу обслуживали 60 человек. После смены власти к зданию мельницы пристроили гидроэлектростанцию. Она освещала близлежащие села. ГЭС работала с 1924 года до конца 50-х. Еще одно здание комплекса расположилось на другом берегу канала. В нем находилась крупурушка и маслобойня. Возле правого берега под крупурушкой стоит полутораметровая в диаметре вертикальная турбина Фрэнсиса. Ее приводило в движение сила воды. Внутри здания крупурушки и маслобойни сохранились деревянные воронки для зерна, жернова, сепаратор. Есть и деревянное транспортное оборудование с металлическими валами. Пожар в эти помещения не добрался. Местные говорят, оборудование пока рабочее. Но с 90-х годов здесь никто ничего не делает. Несколько раз на территории комплекса проводили всеукраинский фестиваль «Млыномания». Сейчас к старинным зданиям приезжают только туристы и свадьбы. Фотографироваться. Пожар и время пока не смогли уничтожить красоту мельниц Потоцких. На этом все. Ставьте лайки под видео. Пишите в комментариях, стоит ли нам и дальше рассказывать о старинных мельницах. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!